Всем привет, друзья! С вами Андрей из Jazzway Coffee Shop и сегодня у нас очень такая интересная тема. Сегодня мы с вами снова поговорим про Jazzway Soy. Вот у меня такие две единички. И мы не просто будем говорить о конкретно какой-то Jazzway, мы сегодня с вами поговорим о разнице между серебряными Jazzway Soy, то есть теми, которые имеют покрытие внутри из серебра, и о тех, которые называются в народе оловянными, и которые имеют у нас внутри покрытие из голова. Мы сегодня попытаемся понять, есть ли вообще в этом всем какая-то разница, есть ли смысл, условно говоря, переплачивать, есть ли разница вообще в качестве изготовления, что тоже очень важно. Сегодня специально для вас я заказал две Jazzway, две C1G. Соответственно, вот они. Одна у нас покрыта полностью серебром, ну то есть это серебряная Jazzwa, вторая у нас Jazzwa оловянная. Мы сейчас с вами поговорим вообще о смысле всего этого, и потом поближе посмотрим на эти Jazzwa, и определимся, есть ли вообще какая-то разница между ними. Давайте начнем с того, что я, конечно, все понимаю. Jazzwa, покрытые серебром, это, условно говоря, модно. Это классно, здорово, замечательно, но так ли это глобально влияет на вкус? Ну то есть вот когда мы с вами готовим чашку прекрасного напитка в этой Jazzwa, так ли глобально это влияет на вкус? Существует мнение, что, условно говоря, здесь все дело в теплопроводности, теплопроводность у серебра лучше, чем у олова, и, соответственно, вот тот как бы очаг, который находится внизу, подогревает у нас дно, и так как сама Jazzwa очень теплопроводная, она медная, из-за того, что плюс у нее еще и внутри серебряное покрытие, это вот ускоряется, и как бы каждая точка Jazzwa получает то же самое тепло, что и дно, которое подогревается. Вот это все благодаря тому, что она серебряная. Но если так смотреть, объективно подходить к вопросу, то толщина Jazzwa полтора миллиметра, да, примерно. Толщина покрытия золота там в микронах, ну какая-то очень тонкая. Я очень сильно сомневаюсь, что на вот таких объемах, или там на объеме C3 даже, или еще что-то, это может как-то повлиять. Вот реально на теплопроводность всей конструкции, вот этот слой покрытия в микрон, на мой взгляд, повлиять никак не может. Мало того, я проводил слепое тестирование, вот абсолютно, то есть не в философском плане, а слепое тестирование, одинаковое количество грамм, одинаковое количество воды, кофе, да, грамм. И на двойной горелке это все готовил, и я не понимаю разницы. Во вкусе разницы абсолютно никакой нет. Поэтому, может быть, на уровне каких-то тончайших микроматерий теплопроводность серебра действительно физически выше, и это как-то влияет, но вот в рамках вкуса, в рамках влияния на вкус, на вкус. Я боюсь, что если мы берем две одинаковые джезвы сой, оловянную и серебряную, получить какую-то разницу реального вкуса чашки, наверное, будет невозможно. Это первый момент. Второй момент. Джезвы сой из олова стоят примерно в 4 раза дешевле, чем серебряная джезва. Я понимаю, что на официальном сайте они стоят в разницу у них 10 долларов. Я понимаю, что в России в целом оловянные иногда продают по цене серебряных, но реально в Турции стоимость джезвы оловянной иногда в 3-4 раза ниже. То есть, таким образом, мне даже сложно подумать, какая себе стоимость в целом у этого горшка, если условно говоря его продают по такой низкой цене. Давайте мы сейчас с вами близко посмотрим на эти джезвы. Вот так лоб в лоб сравним их, посмотрим, как вообще их цена, их покрытие сказывается на качестве конечной конструкции. Мы с вами поговорили, что получить какую-то глобальную разницу во вкусе будет очень сложно. Сейчас мы это все посмотрим визуально и определимся, есть ли вообще какой-то в этом смысл. Друзья, вот у нас перед вами две эти джезвы. Две праворукие, да, как видите. Давайте поговорим об их каких-то первичных различиях, которые мне попадаются сразу в глаза. Первое, у них разное лого. То есть, если мы смотрим здесь СОЙ, обратите внимание на буковку У, конечную, да? В турецком языке это Е, Е, СОЙ. Видите, да, как она выглядит, эта буковка? И смотрите, как выглядит буковка на серебряной джезве. У нее чуть-чуть другая форма. Это первое. Второй момент. Серебряная джезва имеет сбоку небольшую печатку. Вот она, Сильвер Плейтед. Я надеюсь, на ней есть фокус. Вот она, Сильвер Плейтед. Джезва из олова у нас никаких, как вы поняли, печаток не имеет. Просто СОЙ, Турки и как бы все, вот СОЙ, Турки. Теперь касательно качества изготовления. Первое, что мне действительно бросилось в глаза, это качество чеканки. То есть, смотрите, на серебряной джезве у нас чеканка мелкая. Видите? То есть, количество ударов молотком большое, но на очень коротком друг от друга расстоянии. Джезва оловянная у нас сделана более грубо. То есть, ударов молотком у нас как бы меньше, и они сами по себе больше. В остальном, вот в этой джезве, в серебряной, я уже готовил хреновую тучу раз. Как вы видите, она все еще сияет. Оловянная джезва, смотрите, она прям темная. Кроме того, видите, смотрите, здесь вот какой-то потек олова. Ну, как-то вот снизу тоже оловом немножечко помазано дно. И самое, что меня удивило, посмотрите внутрь. Видите? Наплыв олова сбоку. Сейчас фокус попробую навести. Видите? Наплыв олова. По кругу проведу, увидите. Вот, видите? Просто жесть. То есть, вот это покрытие внутри, это наплыв олова. Если мы берем серебряную сойку, то смотрите, какая она внутри. Она просто вся сияет. Просто сияет. И сделана идеально. Вот, касательно ручек, ручки, на мой взгляд, при чеканене плюс-минус одинаковые. Соответственно, на серебряной сой ручки у нас клепки серебряные. На оловянной сой у нас клепки из какого-то другого металла, не серебряные. Давайте сейчас навернемся к большому плану. Итак, друзья, мы с вами посмотрели на эти джезвы вблизи. И, кстати, забыл сказать, что у оловянной еще на ручке вот есть. Такая какая-то она, как будто такие каверны. И ручка вот выточена не сильно ровно. А здесь прям все гладкое. И, кроме того, когда я получил оловянную джезву, она была вообще без коробки. И на ней вот так была наклейка олова, 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 олова. По кругу наклейка олова, олова, олова. А сой серебряная идет же, как вы понимаете, в коробочке, с мешочком и так далее. Поэтому, что я хочу сказать. Кстати, мне еще кажется, что у них чуть-чуть разная форма. Вам так не кажется? Смотрите. Оловянная. Блин, реально, слушайте. Ничего себе. Оловянная выше где-то на 2-3 мм. Глядите. Надо будет померить количество миллилитров воды в них. Ну, собственно, что я хочу сказать. У меня такое ощущение, что серебряный сой – это такой какой-то премиальный продукт у них в линейке. Хотя, конечно, там попадается много брака и так далее, и тому подобное. Вот. И это как бы основной продукт компании, которым компания гордится, и на который она делает упор, за который она в целом топит. Оловянный сой, я не знаю, зачем они выпускают. Они, наверное, предположительно больше для внутреннего рынка. Вот такого качества. Я думаю, что не вы бы, наверное, если бы купили у меня в магазине, вы бы не приняли такую джезвуду. Да я бы такую вам не отправил. И в целом человек, который профессионально занимается, наверное, кофе, он бы тоже был бы огорчен. Потому что, смотрите, вот этот наплыв, наплыв олова внутри, он же ведь создает, есть у дна четкая структура, да, четкая грань. И, соответственно, движение воды, там определенным образом правильно внутри турбулентность воды в джезве образуется при его нагреве. И когда там наплыв, то есть какая-то шишка, которая меняет эту форму, я уверен, что это физически как-то может повлиять на, конечно, само приготовление Е. В зависимости от того, какая это шишка и наплыв олова будет. Но, как я уже сказал, в слепых тестах я никаким образом не выявил никаких, соответственно, минусов. Кроме того, имеется в виду, в сравнении в слепом тесте с серебряной, я никаких вкусовых моментов вообще не определил других. Поэтому я хочу, какой совет дать? Если вы покупаете где-то в неизвестном месте сой, у людей, которые вообще в этой теме не сильно погружены, не сильно разбираются, но соем торгуют, и, пожалуйста, проверяйте первое, то какая-то буква у самой печатки сой. Кроме того, проверяйте надпись «Seller Plated». Печать «Seller Plated» стоит на всех сой, которые покрыты внутри серебром. Это очень важно. И что самое главное, я продаю сой довольно давно, на авито не так давно торгую, но тоже для меня это уже такой большой опыт. Я что хочу сказать. У меня есть одна джезва сой C3, которую я купил в Москве много-много лет тому назад, и я с ужасом сегодня обнаружил, причем я купил ее в очень хорошем месте, у довольно такой серьезной кофейни, и покупал ее как серебряную. И с ужасом, с очень большим ужасом сегодня я как раз-таки перед началом записи этого видео, блин, обнаружил, что она оловянная. То есть она оловянная, и реально я покупал серебро, это джезва оловянная. Тогда, очень много лет назад, я в этом особо не разбирался и не парился. Если сой вроде как, и продавали-то мне вроде как серебряную. Вот, и я тогда удивился, почему я получил просто джезву. У меня не было каких-то коробок с мешками. Это очень важный момент, обращайте, пожалуйста, на это внимание. То есть, кроме того, здесь, когда я занимаюсь закупками, эти джезвы перед отправкой вам, если вы покупаете у меня в магазине джезвы в кофешоп, я периодически натыкаюсь на сайтах на сой, которые тоже маркируются как C3G, да, джея по-турецки, и они почему-то, блин, в два раза дешевле, в два раза дешевле. И у них всегда вот такая большая грубая чеканка. Поэтому я подразумеваю, что даже внутри Турции часто сой продается как таковой в целом просто, да. Они соевые кофейники, условно говоря. А какие они там серебряные, с большой чеканкой, с маленькой оловянной, это вообще в целом без разницы. Вот. Кроме того, смотрите, еще момент, сейчас заметил, пока смотрю. Вот тут грань такая вот кругленькая, вот мягенькая, а на этой грань такая вот более грубая. И у меня, кстати, на моей тройке тоже грань более грубая. Это вот что касается вот этих всех визуальных моментов и всей этой истории. Но если говорить дальше, если вот чисто говоря с точки зрения готовки, вот вы обычный человек, который не парится, который просто готовит кофе дома каждый день, и вы сильно не морочите куда-то в спешлти, куда-то в какую-то супер эту эстетику, то я не думаю, что в оловянной сойке у вас кофе будет сильно хуже. Честно говоря, нет. Просто она менее аккуратная. Когда я ее получил, я прям ее сильно возненавидел. Но сегодня я как-то так посетил, посмотрел. И я думаю, по сути, ну вот я, к примеру, занимаюсь кофе, да, и мне важен вкус этого кофе. И, например, если меня не сильно парит вот этот, какой-то внешний вид плохой, не знаю. В общем, если вы только про кофе, то я думаю, что оловянная сойня будет для вас проблемой. Кроме того, вот это олово, оно здесь толстенным слоем, это пищевое олово, и оно, блин, я не знаю, чем вы его можете повредить. То есть вы эту сойку можете какой-то мыть щеткой, вы можете, ну как, ну не щеткой, прям грубой, ну то есть вы можете нормально за ней ухаживать. В случае с сойкой серебряной здесь все нужно делать очень аккуратно, потому что если вы начнете здесь грубо с ней работать, у вас начнет сходить серебро, у вас начнут образовываться такие каверны. А потом, соответственно, там, где серебра нет, там будет контакт о этой меди с вашим напитком, это, блин, очень не полезно. Поэтому тут, понимаете, как бы палка о двух концах. Вот, наверное, этим хотелось бы сегодняшнее видео завершить. Поэтому, друзья, сой бывают и оловянные, с оловянным покрытием внутри, это пищевое олово, оно безопасное, на вкус, как я уже сказал, никак не влияет. Это все абсолютные байки, когда мы начинаем тут как-то сильно так морочиться, что, блин, да теплопроводность больше, значит, как сильно на вкус повлияет. Нет, реально, нет, вот не отличите. Вы реально, вот, просто можете тоже, как я, купить, вот так сварить, и вы просто между собой не отличите. В случае, конечно, эстетики, да, вот, даже сейчас смотрю, рядом они стоят, смотрю, вот, ну, они даже, они по-разному сделаны, они даже вот горят сейчас по-разному, видите. Поэтому, здесь кому, конечно, что, но, вот, в этом видео, собственно, мне хотелось вам рассказать, чтобы вы немножко узнали о том, что такое сой, и какие у них есть отличия, помимо того видео, где я рассказывал про размеры сой. Это видео очень такое популярное среди вас, казалось, и полезное, как я понял, для многих. Вот, поэтому решил снять еще одно видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы всегда получать напоминания, когда выходят новые мои ролики, вот, и тогда вы никуда не потеряетесь с моего канала, будете получать все только самыми первыми. Пишите в комментариях любые ваши вопросы, любые темы, которые вы хотели бы видеть на моем канале. Я обязательно читаю все комментарии, на все обращаю внимание, и обязательно сниму какое-нибудь видео, если вот тема будет прям реально интересная, если она неинтересная, и я пойму, что она другим подписчикам тоже интересна. Поэтому, друзья, пишите комментарии, ставьте еще раз говорю лайк, и всем спасибо за просмотр.